Добрый день. В 22-й по счёту лекции мы обсудим аномальные движения. Впрочем, эти движения лучше не обсуждать, а видеть у пациента. К сожалению, разные исследователи описывают одни и те же движения разными терминами. Однако, используя правильный глоссарий, мы сможем корректно описать основные типы аномальных движений. От этого зависит и параллельность установления диагноза. Между разными типами движений часто существует перекрытие. Например, у пациента, получающего лечение от паркинсонизма, можно часто увидеть сочетание тремора и дистонии. Вот здесь, кстати, мы видим, что у пациентки при вытягивании вперёд рук становится более очевидным грубый тремор. В данном примере это пациентка с экстрапирамидным заболеванием, а тремор спровоцирован депривацией леводопа. Анатомия и физиология базальных ганглиев необычайно сложны. И хитроумные схемы взаимодействия частей экстрапирамидной системы становится всё запутаннее по мере увеличения количества проведённых исследований. Следует, впрочем, отметить, что нейроанатомические корреляции имеют довольно слабое клиническое значение. И двигательное расстройство классифицируется на основании эмпирически описанных синдромов, а не анатомических находок. Исключением из этого правила является, пожалуй, только односторонний паркинсонизм вследствие поражения контрлатеральной чёрной субстанции. Клиника паркинсонизма разбиралась с нами в одноимённой лекции. И гемиболизм вследствие поражения контрлатерального субталамического ядра или его связи. При исследовании аномальных движений можно, как вы видите на слайде, выделить позитивные феномены. Пациент принимает необычные позы или совершает ненужные избыточные движения. Латентные феномены, которые незаметно у неподвижного человека, как можно выявить при проведении специфических проб и манёвров. Например, ригидность при оценке мышечного тонуса или появление аномальной позы при специфическом воздействии. Например, пищевого спазма при попытке письма. Негативные феномены – это неспособность сделать что-либо. Например, пациенту с болезнью Паркинсона трудно начать движение. Так называемая брадикенезия. Основные типы двигательных расстройств описываются следующими терминами. Акатизия – это двигательное беспокойство, когда пациент постоянно перемещается, скрещивает и распрямляет ноги, топчется на месте. Акатизия может быть побочным эффектом приёма ряда психотропных препаратов. Атитоз – это медленные, нерегулярные движения, которые в основном отмечаются в кисти или запястье, как вы видите на видео. Корые – неритмичные, быстрые, дёргающие движения, часто напоминающие осмысленные. На короткое время они могут быть подавлены усилием воли. Термин дискинезия используется для описания движений, вызванных применением нейролептиков. Например, насильственные движения лица рта – орфоциальная дискинезия. Дистония – одновременное сокращение мышц агонистов и антагонистов, ведущее к интермитирующему или постоянному удержанию аномальной позы. Эта поза чаще всего характеризуется чрезмерной флексией или напротив экстензией. Впрочем, более подробно это мы рассказываем в лекциях по бутулинотерапии. Гемиболизм – нерегулярные насильственные движения, чаще всего бросающие или швыряющие, затрагивающие, затрагивающие одну половину тела. Миоклонии – очень короткие сокращения мышц или мышечных групп, ведущие к бессмысленным молоненосным движениям в пораженной конечности. Негативный миоклонус – это нерегулярные, внезапные и короткие эпизоды утраты мышечного тонуса. В типичных случаях хорошо заметно вытянутых вперед или в сторону руках. Так называемый астериксис. Или в ногах. Тогда пациент ритмично приседает из-за эпизода слабости, как будто им поддают под колени. Тик – это стереотипное повторяющееся движение, которое пациент не может предотвратить. И эти движения имитируют целенаправленные движения, например, подмигивания. Тремор – ритмичное альтернирующее движение. Здесь мы видим редкую, грубую форму тревора, так называемый динтаторубральный тремор. Итак, что нужно делать? Посмотрите лицо пациента. Есть ли насильственное движение в лице, или, может быть, лицо, наоборот, мазкообразное, неподвижное. Оценить положение головы пациента. Посмотреть на его руки и ноги. Отметьте их положение и наличие насильственных движений. Попросите пациента улыбнуться, закрыть глаза, вытянуть вперед руки и удерживать их перед собой с загнутыми назад кистями, как это показано на слайде. Развести локти в стороны и соединить подушечки и указательных пальцев перед носом, как это, опять же, показано на слайде. Выполнить пальцы-носовую пробу. Если у пациента выявляется тремор, оценить частоту колебаний, объем движений, ледва заметный, умеренный, грубый, и части тела, вовлеченные в тремор. Например, следует отличать тремор нижней челюсти от тремора головы. Оцените наличие тремора в языке. Исследуйте функцию глазодвигательных нервов. Проведите оценку мышечного тонуса. При проверке тонуса в руке, может быть полезным для отвлечения внимания пациента, попросить его совершать движение другой рукой. Например, поднимать и опускать ее. Проведите тесты с быстрыми повторяющимися движениями. Попросите пациента быстро совмещать указательный большой пальцы. Или поочередно касаться подушечки большого пальца всеми остальными. Или притоптывайте стопой, как будто он услышит быструю музыку. Оцените скорость, плавность, точность движений, скорость их начала и прекращения, наличие ненужных дополнительных движений. Сравните левую и правую стороны. Проверьте, как пациент ходит. Оцените письмо пациента. Попросите его написать свое имя и адрес. Нарисовать спираль Архимеда. Вот здесь мы видим типичное нарушение в рисовании спирали Архимеда у пациента с эссенциальным тремором. Если пациент говорит, что аномальные движения вызываются специфическим маневром, например, при попытке писать, при приеме пищи, в определенной позе и так далее, попросите пациента осуществить этот маневр. Итак, что мы можем найти, что это может значить? Частые «позитивные» феномены на лице, частоту встречаемости того или иного феномена мы обозначим количеством плюсиков, облизывание губ и насильственное движение в области рта – это орофациальная дискинезия. Как правило, отдаленный побочный эффект приема психотропных препаратов. Может вызываться теми же причинами, что и хорея, о которой расскажем чуть ниже. Едва заметно мерцающие сокращения мышц лица, особенно вокруг глаз, лицевая миокимия. Обычное доброкачественное состояние, которое может усилиться при усталости и употреблении кофеина. В отдельных случаях лицевая миокимия может указывать на поражение строломозда. Редко встречается блефроспазм, интермитирующий постоянное сокращение мышц вокруг глаза, или гемифициальный спазм – сокращение мышц половины лица. Оба этих расстройства относятся к фокальным дистониям, и в большинстве случаев, очевидно, имеют генетическую природу. Впрочем, при гемифициальном спазме может иметь место компрессия сосудом ствола лицевого нерва. Негативные феномены в лице – это, конечно, гипомимия или мазкообразное лицо. Такое лицо может быть симптомом психического заболевания, например, депрессии. Но в нашем контексте это часто и признак окинетико-регидного синдрома или паркинсонизма. Что касается головы, то мы можем видеть ее аномальное положение. Например, поворот головы в сторону, латтера, коллис, преспластическая крива шеи. Наглон вперед – антроколлис, назад – ретроколлис. Все это было описано в других видеолекциях. Ритмические движения головой, так называемые титубации, движения по типу «да-да» или «нет-нет», могут быть признаком мужичкового поражения. В конечностях из позитивных феноменов мы чаще всего видим тремор, который можно разделить на тремор покоя, тремор в расслабленной конечности, чаще всего в руке, постуральный тремор, тремор при принятии определенной позы, например, при вытянутых вперед руках, как мы показывали в предыдущем слайде. Тремор, возникающий при движении, так и называется тремор движения. Наконец, тремор, возникающий и усиливающийся по мере приближения к цели. Классический пример – усиление тремора в руке по мере приближения пальца к носу во время проведения пальца носовой пробы. Так называемый интенционный тремор. В большинстве случаев у одного больного сосуществует несколько видов тремора. Астериксис, как мы уже говорили выше, один из видов негативного миоклонуса. Хорошо заметный, когда руки вытянуты вперед, как было показано в предыдущем слайде. Дистоническая поза. Периодическая или постоянная фиксация конечности в аномальной позе. Обусловленная одновременным сокращением мышц агонистов и антагонистов. Часть всего рука при этом отведена в плече, разогнута в локте и пронирована до упора с выпрямленными пальцами. В ноге чаще бывает разогнутая нога в бедре и в колене, вывернута внутрь в голеностопном суставе, то есть инвертированной с согнутыми пальцами. Дополнительные движения в конечностях следует описать и классифицировать в контексте тех расстройств, которые мы перечисляли выше. Меоклонус, хорея, гемоболизм, тика, титоз. Теперь, что касается латентных феноменов. Во время ходьбы могут усиливаться тремор покоя, хорея и дистонические позы. Как говорит по этому поводу один мой коллега, кривошея любит ходьбу, вертикализацию и стресс. Пальца-носовая проба может помочь выявить тремор движения и интенсионный тремор. Иногда миоклонус может усиливать проявление хорея. Быстрые повторяющиеся движения, о которых мы рассказывали выше, способны выявить брадикенезию. А проверка мышечного тонуса – ригидность, так называемый феномен свинцовой трубы при паркинсонизме. Если на ригидность наслабится еще и тремор покоя, то при проверке тонуса создается ощущение зубчатого колеса. Напротив, типичным признаком поражения мужичка будет гипотония. Замедленность письма, дискомфорт, попытка взять ручку неестественным способом могут быть признаками пищевого спазма. Для паркинсонизма характерно замедление письма и мелкий размер букв. Микрография. Крупные, деформированные, оторванные друг от друга буквы характерны для пациентов с мужичковым поражением, эссенциальным тремором и насильственными движениями. Если спираль Архимеда в кавычках «тугая», заканчивается в виде кольца, это характерно для паркинсонизма, как и микрография. Напротив, размашистая спираль, да еще и зубчатая из-за тремора, признак эссенциального тремора или поражения мужичка. Негативные феномены в конечностях мы уже описывали. Ригидность патипы свинцевой трубы или зубчатого кольца при оценке тонуса, брагикинезии при проверке быстро повторяющихся движений, отсутствие размахивания руками при ходьбе, все это признаки акинетико-ригидного синдрома или паркинсонизма. Итак, какие же основные синдромы можем увидеть у пациентов? Акинетико-ригидный синдром или синдром паркинсонизма, как вы уже поняли, встречаются у пациентов очень часто. Его основные признаки – это ригидность, брагикинезии и тремор. Находки при синдроме включают мазкообразное лицо или гипомимию, тремор покоя, сагбенную позу с отсутствием вспомогательных движений руками при ходьбе. Походка может быть мелкими шажками, шаркающими. Брагикинезия отчетливо заметна при выполнении быстрых повторяющихся движений при ходьбе. Также может выявляться экстрапирамидная дезоратрия по резканавергенции. Итак, частые причины акинетико-ригидного синдрома – болезнь Паркинсона и побочные эффекты психотропных препаратов, например, хлоропромазина или галлоперидола. Редкие причины – прогрессивный надъядерный паралищ или синдром Стилла Ричарсона-Альшевского. Акинетико-ригидный синдром сочетается надъядерным параличом, мультисистемная атрофия. Акинетико-ригидный синдром в сочетании с вегетативной недостаточности, пирамидными знаками, жучковыми расстройствами. И болезнь Вильсона-Коновалова. Тремор покоя – один из признаков вышеписанного акинетико-ригидного синдрома. Постуральные треморы и тремор движений часто отмечаются у пациентов с эссенциальным тремором. Или, как еще его называют, доброкачественным семейным тремором. Поэтому у таких пациентов нужно собирать семейный анамнез. Еще одной причиной появления таких видов тремора может быть усиление физиологического тремора. Что, в свою очередь, может быть вызвано в применении бета-агонистов или гипертиреоидизма. Редкие причины постурального тремора и тремор движения – почечная и печеночная недостаточность, депривация, алкоголь. Интенсионный тремор – признак мозжечкового поражения. По отличию от тремора, другие виды гиперкинеза встречаются относительно редко. Основная причина хореи формного гиперкинеза – передозировка лекарства у пациента с болезнью Паркинсона. Редкие причины хорея – Болезнь Хантингтона, которая в России называется хорея Гентингтона. А также болезнь Виллисона, которая в России называется болезнью Виллисона Коновалова. При которой надо обращать внимание на признаки поражения печени, а также кольцо Кайзера Фрейшера на роговице. Постмедикаментозная хорея, хорея беременно-хорематическая или малая хорея, хорея Сидингама. А также постинсультная хорея. Гемиоболизм, как уже отмечалось выше, встречается редко. Причиной его развития служит поражение субталомического ядра или его связи. Типичная причина – инсульт. Дистонии также встречаются нечасто. Выделяют фокальную дистонию, захватывающую один сегмент тела, например, пищей спазм, блефороспазм, изолированный фартиколис и так далее. Сегментарную дистонию при поражении нескольких сегментов тела, чаще смежных, например, ретроколис плюс антрокапут, бетартиколис – дистоническая установка руки. И генерализованную дистонию, увлекающую много сегментов тела, как правило, с увлечением мышц ног и спины. В большинстве случаев дистония генетически терминирована, однако она может быть осложнением медикаментозной терапии, например, противопаркинсонические препараты и нейролептики, а также быть проявлением ряда редких заболеваний, например, уже упоминавшись выше болезнью Вильсона-Коновалова. Моторный тик наблюдается относительно нечасто, более типичен для детей, чем для взрослых. Обычно он бывает изолированным симптомом. В случае сочетания с вокальными тиками, при этом характерных копрололия, психическими изменениями, синдром носит название синдрома Жюля-Де-Ля-Туренто. Меоклонические поддергивания могут сочетаться с другими двигательными расстройствами, например, с хореей или дистонией, могут встречаться при некоторых видах эпилепсии. Метаболических энцефалопатиях, в том числе постаноксической энцефалопатии, при редких неврологических заболеваниях, например, болезни Крейнсфельда-Якова. Что касается других редких расстройств, орофациальная дискинезия, как уже отмечалось выше, чаще всего является обученным эффектом применения нейролептиков. Она также может быть вызвана теми же причинами, что и хорея. Астериксис может встречаться в том числе и при метаболических энцефалопатиях, например, у пациентов с печёночной недостаточностью. Благодарю за внимание.